Они возложили цветы к могиле безымянного солдата, их осветил патриарх Кирилл, а президент Путин пообещал, цитата, «последствия материального характера». Олимпийская сборная России еще не улетела на соревнования, а уже всех победила, потому что пострадала от несправедливости. По крайней мере, в этом уверен президент России, а значит и каждый гражданин страны. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и прислабутые так называемые двойные стандарты, и несовместимый со спортом, да и вообще со справедливостью и элементарными нормами права принцип коллективной ответственности, или, как было сказано, отмену презумпции невиновности. Вот только сложно говорить о презумпции невиновности, когда одного за другим дисквалифицируют российских спортсменов. Первыми брешь в плотных рядах российских спортсменов пробили легкоатлеты. 67 из 68 человек остались смотреть Олимпиаду по телевизору. А потом сборная и вовсе начала разваливаться по частям. Академическая гребля. Отстранены 22 человека. Плаванье – 7 человек. Гребля на каное – 5. Современное пятиборье – 2. Тяжелая атлетика – 4 человека. Парусный спорт и волейбол лишились по одному спортсмену. Еще около 100 заявок находятся на рассмотрении спортивных федераций. Итого из 387 заявленных для участия спортсменов Бразилию увидят лишь около 250. Окончательный состав российской сборной станет известен 31 июля. Но не все так плохо. За медали поборются российские гимнасты, волейболисты, борцы. В 15 дисциплинах к сборной претензий не было. Да и злости у спортсменов, после всего, что им пришлось пережить, должно хватить для того, чтобы быть быстрее, выше, сильнее. Знаете, за вас, я думаю, сейчас будет болеть действительно вся страна. И болеть в два раза сильнее, чем раньше. Вся страна действительно будет болеть. Ведь она уверена, что наших обижают. И все это – большая западная провокация. Вот даже двукратную олимпийскую чемпионку Синбаеву до слез довели. Но, уверен президент Путин, без российских спортсменов и Олимпиада не Олимпиада. Ведь одно дело, по его словам, выигрывать у равных сильных соперников. И совсем другое – соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус. Возможно, правда, это вкус победы без запрещенных веществ. Дарья Соловьева. Настоящее время.